Дорогие соотечественники, друзья, уважаемые граждане Словацкой Республики, дамы и господа, сердечно поздравляю всех вас с праздником Днём России. С момента принятия в этот день, в 1990 году Декларации о государственном суверенитете, Россия прошла непростой, но славный путь. Наша история, её богатейшее наследие и традиции, преемственность поколений, современные достижения дают нам возможность гордо и уверенно смотреть в будущее. Перед всеми россиянами всегда стояла и будет стоять задача отстаивать национальные интересы, совершенствовать политический, экономический и социальный уклад России на благо всех её граждан. На основе равноправия и взаимоуважения мы будем выстраивать, сообща с нашими зарубежными соседями и партнёрами, более совершенный и безопасный мир для всех. Для решения этих важнейших задач наше государство постоянно модернизируется, адаптирует под веление времени и общественный запрос действующую политическую систему. Предложенные президентом России и дополненные гражданами поправки в основной закон страны призваны укрепить нашу государственность, гарантировать безопасность и нерушимость границ, создать благоприятные условия для дальнейшего развития России как правового государства. В фокусе этих изменений традиционные ценности нашего общества – это семья, дети, духовный мир и великая культура народов России – возрастает роль гражданского общества, политических партий и регионов. Я приглашаю всех сограждан принять участие в голосовании 1 июля и отдать свой голос за лучшее будущее нашей Родины, нашу безопасность, благополучие и процветание. В эти месяцы на долю России и многих стран мира выпали тяжелые испытания и вызваны пандемией нового коронавируса. Самоотверженным трудом медиков и миллионов россиян нам удается постепенно преодолевать сложную ситуацию. Жизнь в России начинает возвращаться в нормальное русло. Правительством предпринимаются беспрецедентные на сегодняшний день меры по оказанию адресной социальной помощи гражданам и поддержке экономики. Убежден, что и из этого испытания Россия выйдет более сильной и более сплоченной. Будучи одним из ключевых гарантов международной безопасности, наша страна продолжит играть стабилизирующую роль в мировых делах, продвигать конструктивную объединительную повестку. Жизнь ежедневно доказывает правильность и востребованность нашего курса на консолидацию, консолидацию усилий мирового сообщества перед лицом глобальных проблем, отказ от нелегитимных дискриминационных мер и порочной практики шантажа и угрозы силой. Мы будем поддерживать главенствующую роль Организации Объединенных Наций в международных делах. В этом году мы с вами и весь мир отмечаем 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне и окончательного разгрома фашизма во Второй мировой войне. Хотел бы еще раз от всей души поблагодарить руководство Словакии, Словацкий союз борцов-антифашистов, местные администрации, весь словацкий народ за уважительное отношение к нашей общей исторической памяти, принципиальную позицию за ее сохранение и защиту. Сердечное спасибо за достойный уход за захоронениями и памятниками, воздвигнутыми в Словакии в честь 63 518 павших здесь советских солдат и офицеров. Также хотел бы выразить признательность нашим соотечественникам и словацким гражданам за их неоценимый вклад в празднование победы. Ваши инициативы и участие в многочисленных акциях, таких как «Спасибо за мир», «Словацкий вызов» я благодарен, виртуальные выставки России «Моими красками» 75 лет нашей общей победы сделали этот праздник по-настоящему ярким и незабываемым. Уроки тех страшных лет всем нам нужно помнить, и, конечно, рассказывать о них детям. И мы убеждены, что опробированные истории в ходе Второй мировой войны опыт союзничества стран антигитлеровской коалиции и сплоченности перед лицом общих угроз, как никогда востребованы сегодня. Мир вокруг нас не становится более безопасным и предсказуемым. Это очевидно. Именно поэтому Россия настойчиво продвигает объединительную международную повестку дня. Принципы глобального сотрудничества на основе принципов международного права, взаимоуважения и равноправия. На этом строится инициатива президента России Владимира Путина о создании большого евразийского партнерства, общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана, партнерства, от которого бы выиграли все страны континента, и Евросоюза, и, конечно, Словакия. Хочу подчеркнуть, что Словакия является нашим традиционным, дружественным и надежным партнером. У наших стран много общего не только в истории. У нас есть многообещающие перспективы в экономическом, культурно-гуманитарном взаимодействии, туризме, контактах между людьми. И мы готовы к самой тесной работе с новым словацким правительством, парламентом Словакии, для дальнейшего развития сотрудничества на благо народов наших стран. Дорогие друзья, пользуясь случаем, желаю всем вам счастья, здоровья и благополучия. Всех вас, для кого День России – наш общий праздник, о успехе России – повод для радости. Поздравляю с Днем России!